Несмотря на пандемию, 2020 финансовый год для «Горячего ключа» сложился достаточно успешно. Сегодня на сессию Совета вынесли вопрос перераспределения 154 миллионов рублей, поступивших в бюджет в результате перевыполнения плана по доходам. Большая часть средств поступила в виде налогов от группы компаний с БСВ «Ключавто». Дополнительные доходы позволят ускорить работу по ряду важных для «Горячего ключа» задач, отметил глава города Александр Кельганкин. Планируется направить средства на проектирование таких значимых работ, как разработка схем газификации, проектно-изыскательские работы по объектам водоснабжения и водоотведения, благоустройство территории, проектирование дополнительных помещений для детской школы искусства НИТО Саратовской, проектирование ремонт спортивных площадок и многие другие вопросы образования, культуры и других отраслей. Нуждается в развитии городская коммунальная служба ЦРС. Вопрос выделения средств на обеспечение деятельности учреждения по предложению прокурора города был отложен. Депутаты согласились более детально изучить этот вопрос до следующей сессии. Аналогичное предложение прокурор внес по вопросу утверждения правил депутатской этики. Совет горячего ключа, опираясь на практику других территорий, разработал правила для членов корпуса. Документ необходимо доработать и принять, отметил прокурор. Кодекс все-таки должен быть. Однозначно за каждое неверное сказанное слово, леветнического характера, оскорбляющего характера, некорректного поведения должны быть приниматься санкции. Естественно, совета депутатов любого города, муниципального образования, депутатов Государственной Думы, это касается, должно касаться в первую очередь. Люди вас немножко по-другому оценивали, за ваши помыслы добрые, хорошие, правильную какую-то позицию гражданскую. И когда, получив мандат, избранник народа начинает говорить все, что ему на душу легло, так нельзя. Я думаю, что бесспорно депутат должен быть рупором и правды, и справедливости. Все это должно выглядеть корректно, обоснованно, аргументированно, без двоякой интерпретации. И здесь я полностью поддерживаю решение ваше о том, что необходимо кодекс этики принимать. Также на этой сессии утвердили итоги муниципального этапа конкурса названия «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Запланировали средства на развитие системы «Безопасный город» и обновление камер видеонаблюдения. Также скорректировали сумму местного финансирования по реализации проекта «Чистая вода». Сейчас идет подготовка к конкурсной процедуре по определению подрядчика.